Привет! Сегодня я хочу попробовать сыграть в новую для меня игру для на андроиде. Она называется Cordy Sky. На самом деле она не совсем новая для меня. Я когда-то несколько лет назад полностью прошел ее на айпаде и был ей весьма доволен. А сегодня я хочу попробовать ее на андроидовском планшете Galaxy Tab. Посмотрим, кстати, есть ли различия. Между прочим, за несколько лет эта игра изменилась на айпаде. Я заметил, что русификация куда-то делась, а еще недавно она вообще была неиграбельна. Что-то с графикой творилось что-то непонятное. Сегодня я для пробы загрузил, попробовал нормально. Нет, графика вроде вернулась в норму, но русификация так и не вернулась. Посмотрим, как обстоят дела на андроиде. Заодно и вам вот расскажу. Если кто не играл, это была такая игра, да и сейчас есть Cordy. О, он проиграет на планету. Как видим, русификация здесь есть. Cordy вспомнил, что не умеет летать. Можно пропустить, но зачем? Он терпит аварию на таинственной... На которой живет один-то робот. Вместе они взлетают в небо. Чтобы подняться выше, нажмите прыжок в момент приземления на пружину или батут. Так вот, что я там говорил. О том, что в Cordy есть такая игра на мобильниках и на планшетах. Cordy 1, Cordy 2 и вот Cordy Sky. Главный герой ее как бы робот с... ...на голове или с... ...головой в виде монитора. И вот. Cordy 1 и 2 части это как бы платформер. А Cordy Sky, вот это, это как бы прыгалка. Если вы понимаете, о чем я. То есть тут нужно запрыгнуть в мышцы. И уровни тут вертикальные. Если вы еще не играли в подобные игры, то скоро вы понимаете, о чем я. Сразу хочу сказать, что мне нравится, что русифицированная игра. Вот на iPad уже не русифицированная, а здесь еще русифицированная. Мне это нравится. Нажмем играть. В основном мы тут управляем... А, так, стоп. Потом. Кого я вижу? Невероятные Cordy. Да. Разве ты не должен был лететь планету 2? Эрпланета 1.2. Хе-хе. Меня зовут Волт. Я торчу на этой планете уже слишком долго. У меня есть свой корабль. Но он находится очень высоко, и мне нужно помнить, чтобы до него добраться. Поможешь мне? А то. Это я уже сам... Хе-хе. Придумал. Импровизируем. Молчаливый, Cordy. А ты молчаливый. Волт. Как бы... А Волт любит говорить, как бы там ни было. В путь, Cordy. Окей. Суть в том, что мы вот так вот наклоняем планшет туда в другую сторону, и так он ходит. Влево или вправо. Чтобы прыгать, мы просто нажимаем на экран. Опа. По пути собираем вот эти... А, как их называются? Гаечные... Гайки? Не, гайки вот. Не гаечные. Тык. Мне, в принципе, очень нравится эта игрушка, поэтому я решил вам о ней рассказать. Дальше. То, что рефессификация мне нравится. Интересно, если... Этот Cordy, он хочет до какой-то там ракеты наверху добраться. И вот поэтому прыгает все выше и выше. Косните, чтобы выполнить двойной прыжок. Это два раза надо коснуться. В прыжке надо еще раз нажать крышу. Тут есть такие вот типа бонусы. Бонусные уровни. А, это не гаечные ключи. И не гаечки. Это шестеренки. Шестеренки потом можно покупать... Молодец, Cordy. Мне кажется, или я не взял ту зеленую фиговину? Думаю, ты готов увидеть всю мощь Волт. Используйте фишки Волт и в путь. Хорошо. Давайте использовать им. Нажмите кнопку Волт. Нажал. И вот он так вот летит. Да, это типа такой бустер. Вот. Видите пунктирную линию? Когда мы прыгаемся вверх, за нами, по листам, как бы следует эта линия. Если же ее, то нам капец. Ну, типа, конец игры. Типа, жизнь потеряем. Вот. Что мне еще нравится в этой игре? Ее стремительность. Не правда ли это? Стремительность. Оп. Вот об этом я и говорил. Мы упали. Но, к счастью, запасной Волт. И он не дал нам упасть. Больше запасного Волта у нас нет. Так что, если сейчас убойдем ниже пунктирной линии, то нам будет капец. Ну, просто придется за один из уровней начинать. Мы, кажется, только на первом уровне, если правильно. Я сам не очень понимаю. Мы уже прыгаем в какой-нибудь уровень или нет. Кажется. Возможно, я, кстати, не буду эту игру полностью. Опс. Вот теперь у нас нет запасного Волта. И мы вернулись как бы в начало уровня достижений. Там мы открылись. Ля-ля-ля. Тополя. Далее. Высота, которую мы набрали. Собраны шестеренки. Призы какие-то. Ну да, вот это то, что я говорил. Тут можно покупать всякие вещи. Типа, чтобы... Как этих... Шестеренки к нам магнитились. Это первое, да? Бампер, ускоритель и всякие другие вещи. На самом деле можно покупать шестеренки, конечно, за деньги. Может, это и не делать. Я, например, полностью бесплатно прошел эту игру на айпаде и только потом что-то купил. Просто, чтобы отблагодарить и создать игрушку. Вот. Не буду... Ну, ладно. Может, еще немного поиграем. Может, сейчас у меня получше. Тык-тык. Опа. Мне нравится действительно стремительность. Как мы быстро вверх вмываем. Ну, еще немножко красиво, по-моему. Все такое. Музыка не напрягает. Легенькая такая. Попробуем пройти хотя бы один уровень. Классная, на мой взгляд, убивалка времени. Я говорю серьезно. Ну, то есть, я действительно имею в виду. Неплохой такой. Ну, фоны тут неплохие. Я тут уровню куру. Интересно, удастся мне пройти хотя бы один уровень сейчас. Наверное, да. В принципе, игра не сложная. Даже самые последние уровни не такие уж сложные. Пройти не лишь дело времени. А, это наше предыдущее место, до куда мы дошли. На этот раз мы уже дальше прошли. Прыгаем по всяким пружинкам. Опа, опа. Опасная в линии. Кунтирная в линии. Опа, ну, блин. Ладно. Короче, поверьте мне на слово, игра не сложная. И играть в нее приятно. Дальше показывать, я думаю, нет смысла. Может быть, я запишу, чтобы проходить эту игру. А может быть и нет. Подумаю на этой. Я так уже несколько прохождений как бы веду. Сразу игру начал. Ладно. Что она там не угорит? Извините, я пропустил. Да. А, достижения, результаты, призы. А, она предлагала нам купить пауэрапы. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте купим. И типа... Ага, мы сможем притягивать к себе шестеранки. Ну, это уже будет то. На сегодня пока хватит. Думаю, вы уже смогли получить некоторое впечатление об игре. Отвечаю на... Извините. И всем могу придавать. На этом пока все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok